Часто человек годами живет и даже не догадывается, повышенное у него давление или пониженное. И вроде как бы при хорошем общем самочувствии негативные процессы могут быть запущены. А когда отклонения от нормы уже установлены, зачастую что-то сделать порой бывает поздно. Что укажет на то, что давление нужно срочно проверить и что случится, если его вовремя не скорректировать? Обо всем об этом я расскажу в сегодняшнем видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, и я расскажу, когда при повышенном или пониженном давлении не нужно бить тревогу. А теперь давайте разберемся, что же вообще такое систолическое и диастолическое давление. На самом деле в народе обычно говорят, что систолическое – это верхнее давление, а диастолическое – так называемое нижнее давление. Самое главное нужно понимать, что есть определенные диапазоны нормы, они как бы среднестатистические, но для каждого человека норма давления – она своя. Если для кого-то, например, 120 на 80 – это считается нормальным, то для кого-то это уже может быть давление повышенным. Вы должны это прекрасно понимать. В норме систолическое давление находится в диапазоне от 140 до 90, а диастолическое же, или как мы его называем, пониженное давление, находится в диапазоне от 90 до 60 мм ртутного столба. На самом деле повышение или понижение как систолического, так и диастолического давления, они идут в взаимосвязи между собой. Не нужно их расценивать как-то по отдельности, однако вот это так называемое нижнее давление, оно может характеризовать о определенных заболеваниях. Основным, конечно, заболеванием, когда повышается нижнее давление, является гипертоническая болезнь, или как ее называют, артериальная гипертензия. То есть, когда у человека идет повышение выше 90 мм ртутного столба, мы уже говорим об артериальной гипертензии. Однако, нужно убедиться в стойком повышении. То есть, если у человека повышается давление однократно, это еще ни о чем не говорит. Поэтому, чтобы убедиться, действительно ли у него это давление повышается постоянно, нужно, конечно, провести определенные диагностические обследования. Главной опасностью вообще гипертонической болезни является то, что зачастую люди просто не чувствуют повышения. Не важно, систолическое это давление, диастолическое. Человек просто долгие годы может ходить с высоким давлением и не обращать на это никакого внимания. Если же все-таки вы ощущаете повышение у себя давления, не важно, систолическое или диастолическое, то в любом случае нужно, конечно, обратиться к врачу для того, чтобы провести обследование и убедиться, есть ли у вас все-таки так называемое стойкое повышение давления или нет. В зависимости от этого уже нужно принимать определенные меры. Как же может проявляться повышение диастолического или так называемого нижнего давления? Это может проявляться головными болями, мельканием мушек перед глазами, головокружением. У кого-то даже есть тошнота, у кого-то происходит рвота, у кого-то холодеет конечности. То есть проявлений достаточно большое количество, но вот эти основные, которые я назвал, они, наверное, все-таки занимают 90% случаев. Были ли у вас какие-то похожие симптомы? Может быть, у вас резко возникали вот это так называемое мелькание мушек? Если было, то поставьте лайк этому видео. Чем же проявляется это высокое давление? Чем это опасно? Опасно это тем, что долгое время человек может это давление не замечать, и, собственно, у него уже происходят определенные изменения на уровне. Все это в перспективе, в крайних случаях, может приводить, конечно, к инфарктам и инсультам. А это уже очень серьезные заболевания, которые могут приводить к фатальным последствиям. Если все-таки вам поставили диагноз гипертоническая болезнь, и уже есть необходимость принимать лекарственные препараты, то вы должны, конечно, прекрасно понимать, какие препараты и когда принимать. Свою подборку я оставил в телеграм-канале, поэтому переходите по ссылке и подписывайтесь. Как же все-таки понять, высокое у вас давление или нет, если вы чувствуете себя достаточно хорошо? Но самый банальный и простой метод – это, конечно, специальным тонометром измерить себе давление. Их сейчас огромное количество. Даже в любую аптеку, если зайдешь, то тонометр, как правило, лежит на полочке, вы можете спокойно измерить у себя давление. И если вы увидели, что у вас нижнее давление выше 90 мм тутного столба, это, конечно, является поводом для того, чтобы задуматься. Еще раз повторюсь, однократное увеличение ни о чем не говорит, но если это происходит на постоянной основе, это уже требует определенных дальнейших действий. Каких? В идеале, конечно, сделать суточное мониторирование артериального давления. То есть, это специальный аппарат, который вешается на сутки, и в течение 24 часов у вас измеряется давление. Он уже более точно покажет, какое у вас давление среднее, какое максимальное, какое минимальное. Так вот, если у вас среднее давление за сутки будет выше 90 мм тутного столба, это уже является поводом для того, чтобы проводить дальнейшие диагностические мероприятия и принимать решение, нужно ли принимать препараты, какие, собственно, медикаментозные воздействия нужно делать и так далее и тому подобное. То есть, серьезный предстоит алгоритм действия, но базово вам нужно просто банально начать с того, чтобы измерить себе артериальное давление. Это абсолютно несложно и абсолютно доступно. Для того, чтобы не запустить вот эти процессы, а лучше даже предупредить их, чтобы у вас этого и в принципе не возникало, я приглашаю на свой бесплатный вебинар, который называется «Здоровый организм. Научный подход», где мы все как раз-таки эти вопросы и разбираем. Также на этом вебинаре мы разбираем множество клинических ситуаций из жизни, которые ежедневно с нами происходят, с которыми я ежедневно сталкиваюсь. Поэтому обязательно приходите, посмотрите. Может быть, вы у кого-то увидите похожую ситуацию. Лучше все-таки учиться на чужих ошибках. Ссылка на вебинар в описании под этим видео. Что же делать, если вы увидели у себя не повышенное, а наоборот пониженное давление? То есть, если вы измерили тонометром и увидели диастолическое давление ниже 60 мм тутного столба, что же делать в этом случае? Ну, вообще, надо, конечно, в целом проанализировать ситуацию. То есть, опять же, однократно ли это происходит или это происходит на постоянной основе и сделать мониторирование. Если же все-таки действительно диастолическое давление снижается слишком сильно, я бы рекомендовал вам сделать УЗИ сердца для того, чтобы проверить состояние клапанного аппарата. Все ли в порядке с клапаном. Другая ситуация. Если вот так называемое это нижнее давление снижается резко, то, как правило, это возникает при каких-то неотложных состояниях. Возможно, это передозировали препарат, возможно, какое-то кровотечение развивается. То есть, когда давление, неважно в данном случае, диастолическое это, систолическое давление, если давление снижается резко и быстро, это уже нехороший сигнал. И ни в коем случае самостоятельно решать этот вопрос, конечно же, нельзя. Были ли у вас когда-то эпизоды повышения, может быть, или понижения давления? Расскажите в комментариях, как вы справляетесь с этой ситуацией. Также давление может понижаться, если у человека сердечная недостаточность, либо он перенес инфаркт миокарда. В любом случае, эти два состояния являются достаточно серьезными, требующими обязательного контроля врача и, скорее всего, назначения лекарственных препаратов. Что же все-таки опаснее, пониженное или повышенное нижнее давление? Я все-таки считаю, если давление понижается, и тем более оно понижается достаточно резко, это все-таки более критическая ситуация, нежели давление повысилось. Поэтому обязательно следите за своим давлением, это очень важно. Но если у человека давление понижается, то есть оно низкое, то он, скорее всего, это почувствует в любом случае. Чего не скажешь о повышенном давлении. Вот действительно, с повышенным давлением человек может многие годы ходить и абсолютно это никак не ощущать. Вот это очень большая проблема. Поэтому гипертоническую болезнь называют «тихий убийца», потому что люди десятилетиями могут ходить и не ощущать давление никак абсолютно. Какие же дополнительные обследования вам нужно пройти для того, чтобы понять, есть ли у вас какие-то отклонения от норм или нет, даже если вы чувствуете себя при этом хорошо? Ну, во-первых, всегда надо ориентироваться на общее самочувствие. И, конечно же, как я уже говорил, хотя бы раз измерить артериальное давление. В идеале это сделать утром, либо вечером, либо после какой-то нагрузки и посмотреть и записать, может быть, в какую-то специальную тетрадку для того, чтобы анализировать уже ситуацию. Поэтому, если вы заметили у себя повышенное давление, то сразу не нужно беспокоиться. Просто нужно будет через какое-то время, через час, через полтора, через два давление померить заново. И если оно также будет высоким, то уже проводить мониторирование давления на 24 часа.